А если вы героничны, проблема как заснуть после семинара, не могу заснуть, до 6-ти не могу заснуть просто. Да, хорошо, я понял. То есть внутри работа идет? Да, советы даю, даю советы. Первый совет, чтобы заснуть после семинара. Найдите молоко, разогрейте его очень горячим, возьмите мед и с медом выпейте это молоко. Делайте, не засыпаете, да? Хорошо. Второй совет, лично вам, а вообще можно использовать три варианта. Молоко добавьте, душистый перец. Вообще можно гвоздику или валерьянку добавлять. Кому-то помогает валерьянка, кому-то гвоздика, специя, кому-то душистый перец. Сильно расслабляет психику. Куркума актонизирует, не расслабляет. Вот три варианта еще, это специи уже. Теперь следующий вариант, если это не помогает, приходите с лекцией, встаете под душ, горячее, холодное, горячее, холодное, горячее, холодное, пока не расслабит. Пока почувствуете, уже спать хотите прямо под душем, идите сразу спать и выключайте сразу свет. Ни в коем случае перед сном ничего не читайте, не смотрите, не делайте. Из-под душа вылезли и спать сразу. Можно сразу из-под душа в полутьме выпить горячее молоко, чтобы не сильно было ярко, и спать. Не надо мертвые не потеют смотреть на ночь. Тоже неправильно, иначе не заснешь, потому что погоня горячей крови. Вот попробуйте эти три совета. Если не поможет, тогда возьмите молитву, которая у вас есть, ну любую вашу молитву в вашей вере, и повторяйте ее десять раз подряд, не отвлекаясь. Лежите вот так расслаблено и повторяйте. Один раз внимательно слушайте, потом второй раз, третий, четвертый. На десятый, к десятому разу, разум сильно утомляется от этой концентрации, и так, и все. И вы забыли, как десятый раз повторить. Точно так же можно просыпаться. Когда человек молитву утром повторяет, слух. Вечером перед сном вслух десять раз, чтобы заснуть. Утром вслух после сна, если сможете хотя бы пять раз повторить, встанете без проблем. Потому что когда человек повторяет, слух разум включается, включает сила воли в результате. Человек легко встает. Можно молитву на бобильник записать, и когда он звучит, будильник ваш, будильник звучит, молитва во время будильника, и вы вместе с ней повторяете вслух, и так проснетесь. Ну, это такие советы, как засыпать, как просыпаться. Что-то вы заснули? Вопросы есть? Ваш вопрос, да? Все заснули. Скажите, пожалуйста, как, если нужно ориентироваться на голос сердца, и одновременно еще думать о словах молитвы? Спасибо, хороший вопрос, супер. Нет, не надо вам сначала думать о словах молитвы. Ни в коем случае этого не делайте. Слушайте эмоцию молитвы. Вам надо сначала слушать ее эмоцию и вместе с этой эмоцией повторять. Силу молитвы слушайте. Эмоции, слова не слушайте. Они должны автоматически звучать. Вы должны их выучить наизусть. Слышите, да? То есть это автоматическое повторение слов молитвы? Это получается автоматическое повторение слов молитвы. А когда вы в сердце уже вошли, когда у вас отсюда, вот здесь получилось раскрытие, вот тогда, в это время, вы каждое слово вспоминаете и говорите по памяти. Тогда у вас память с разумом соединена, а до этого она с умом соединена. У меня еще вопрос. Не слишком ли большая надность нашей стороны, это молитва-просьба. Ну, Богу и так лучше знать. Да, это наглость, сто процентов. И поэтому самая лучшая молитва – это прославление Бога. На втором месте стоит молитва, которая просто повторяет имена Бога и концентрируется на любви к Нему. Дальше третье место – это молитва. Ну, эти две, вот они могут у разных людей по-разному. Кто-то имена повторяет самая большая молитва, кто-то прославляет Бога самая большая молитва. На третьем месте стоит молитва, в которой человек просит духовного развития от Бога. Это тоже, в принципе, приемлемо. Вот. И это тоже сильная молитва, но она на третьем месте. А четвертое, самое такое, не очень хорошее – это когда человек просит у Бога благ для себя. Это значит, что он Бога вообще не понимает. А если не для себя, не благ, а здоровье? Теперь, когда человек просит для кого-то, другого человека, время молитвы – это классная молитва. Но знайте, что эту молитву не надо не обязательно повторять. Просто вы повторяете, прославляете Бога. А ваша просьба к Нему, она все равно известна. И вы ее как в сердце держите, и все будет решаться само собой. Не надо именно в молитве акцентировать саму просьбу. Лучше в молитве любите Бога, служите Ему. Это будет качественнее, лучше. Отвлекитесь от своей проблемы. Не надо ее так сильно, в нее погружаться. Думайте о Боге, служите Ему, Он сам решит все ваши проблемы. Спасибо. Это хороший вопрос, супер. Но знайте, что есть три категории людей. Неразвитые люди, даже если они прославляют Бога в молитве, они все равно находятся в просьбе. Они не доходят до служения. Их боль так сильно мучает, боль в сердце, что они все равно молятся, но при этом думают о себе больше, а не Боге. И в этом случае молитва работает слабо. Долго, нужно много времени так молиться, думая о себе прежде всего, а не о Боге, не желая Ему как бы чего-то, не для Него живя, а для себя. Второй тип людей – это те люди, которые способны думать о Боге и при этом на заднем плане думают о том, что им все-таки нужна помощь. Они получают эту помощь и узнают, как Бог действует. Это хороший способ, сильный метод. Но еще более сильный метод, когда человек вообще забывает про любую помощь себе и другим, и просто думает о Боге, и для Него живет во время молитвы. И все забывает вообще, у него все вылетает из головы. Вот тогда все проблемы сами начинают сгорать. Понимаете, Господь сам все решает, без нас. Это самый сильный способ жить. Но знаете, вот этот третий способ, который я вам сказал, недоступен обычному человеку, недоступен. Этот способ доступен только святым людям, которые сильно-сильно любят Бога. Чаще всего люди молятся, сильно думая о своих проблемах. И поэтому молитва у них такая слабенькая, хиленькая идет. Если они способны думать о Боге больше, Ему кланяться, Ему служить, тогда молитва становится сильнее и победоноснее. И вот к этому мы и должны стремиться. А чтобы отвлечься от себя и думать только о Боге, дай Бог нашему терятью до Волка съесть. Если получится, будет супер. Еще вопрос? Вы поняли, я ответил на ваш вопрос? Спрашивай. Дальше следующий вопрос. Ну, вы. Какую молитву? Ну, посоветуйте, какую молитву использовать. Вашу, в вашей вере. Не, ну, понятно. Там, допустим, либо очень важно. А вот вы выбираете сами. Цель какая? Цель. Цель какую, да? Важно. А, допустим, я не знаю. Вы должны выбрать в соответствии с целью, чего вы хотите. Вы разберитесь в смысле молитвы. Вот, допустим, Богородица Девы Радуси вот это поет. Мы прославляем Бога. Это очень высокий уровень. То есть вот это можно, получается, включать и ее проговаривать еще, да? Конечно. А как же, конечно? Сто процентов. Нет, я просто иногда поскорим и словами, когда начинаешь говорить, и там от темы уже уходишь. Конечно, не надо своими словами. Молитесь лучше. Есть три типа молящихся людей. Три типа молящихся людей. Первый тип. Люди сочиняют молитву сами и молятся, потому что они никому не доверяют. Это первая стадия развития личности. Он своими словами с Богом общается и говорит, мне не нужна никакая вера, я сам верю в сердце, как хочу. Вот когда человек развивается побольше, он понимает, что вера ему нужна все-таки. И он молитву выбирает, которая связана с его проблемами. И третий тип молящихся, это тот, кто молитву выбирает, какая Богу больше нравится. Чтобы Бог был счастливым, а не я. А вот обязательно только песни, да, вот эти включающиеся ты? Или, допустим, если мантра, да, идет определенная мантра? Есть, но вы выберете, вы сейчас, стоп, сначала вы говорили про православных, теперь какие-то мантры пошли. Вы какую-то веру одну выберете. Мне все объединить, что ли? Не, нельзя все объединить. В своей вере оставайтесь, ничего не объединить. То есть мантры меня слушать нельзя, я все ее православие. Не надо, не надо, не надо. Только свою веру, не выдумывайте ничего. Оставайтесь в своей вере и слушайте то, что связано с вашей верой. И погружайтесь в эту молитву глубже, глубже, глубже. Вот, пока вы ее не поймете, зачем она нужна. Понимаете, вот вшире не пойдет. Вот, допустим, у меня есть жена. Олег Геннадьевич, мне надо только со своей женой спать? Или можно с разными другими пробовать? Нет, только со своей. Так и в вере тоже. Зачем что-то еще нужно? Есть своя вера, оставайтесь, оставайтесь в своей вере. Еще последний мини-минус вопрос про молитвы тоже. Там есть утренние и вечерние. Но они как-то такие длинные, получается. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Есть молитвы, предназначенные для познания. Они очень длинные такие, и в них очень много мудрости. Эти молитвы для ума. Их во время победы над судьбой читать не надо. На четках читаются молитвы, не предназначенные для познания. А читаются такие короткие, достаточно молитвы, прославляющие Бога. А очень важно. То есть она же не длинная, и она повторяется вновь и вновь. На четках, когда что-то читает человек, он повторяет вновь и вновь. Вот это и есть молитва, побеждающая судьбу. А есть молитвы, длинные и очень, которые нужны для познания. Или для вдохновения. Допустим, Азану пил. Это молитва, вдохновляющая на молитву. Ну, то есть они длинные, красивые и предназначенные для вдохновения. А молитвы, которые короткие, имеют короткое значение, такое, целеновое. Они как раз активизируют разум и побеждают судьбу. Найдите себе такую короткую молитву и читайте ее одну и ту же. Найдите себе наставника христианского православного. Он вам все расскажет, какие, когда, чего. То есть, видите, как бы тоже внутри конфессиональный вопрос. Когда идут, я уже не специалист. Вы найдите специалиста. Человека, который в вашей вере находится, он уже вам расскажет. Ваш вопрос. Я просто говорю о каких-то принципах, правилах, которые везде есть. Они все понимают. Мы это обсуждаем. Здравствуйте. Вот вы говорите, что нужна вера. Да, она на самом деле нужна. Как ее найти? Хорошо, рассказываю. Сначала просто посмотрите все. Как вот веру искать так же, как девушку? Сначала просто смотрите, как много девушек хороших, как много ласковых имен. Изучайте, смотрите, что-то понравилось. Что-то понравилось хорошо. Сначала входим в этот, ну, в храм на ритуал пришли. Посмотрели, как проходит ритуал. Настроение. Сначала надо настроение. У девушки сначала понять, как она, какое у нее настроение. Пообщаться с ней, получить настроение. Посмеяться, пошутить. Посмотреть, нравится ли настроение или не нравится. Потом дальше настроение понравилось. Дальше начинаем читать. Священное писание этой веры. Пытаться понять, я понимаю, что там говорят или нет. Мне по сердцу или нет. Вот. И когда вот это вот вы прошли, то есть знакомимся с девушкой, общаемся с ней. Читаем священное писание. С верой знакомиться через священное писание. И потом дальше, если вы чувствуете, нравится, тогда придите в этот храм и спросите кого-нибудь, чтобы вам помогли разобраться во всем. Кто-то должен стать другом. Хорошо, то есть по своим ощущениям. Ну, конечно, а как иначе? То есть человек должен полюбить веру. Бога полюбить надо. Поймите, каждая вера дается, потому что есть разные вкусы отношений с Богом. Вот, допустим, если человек хочет в отношениях с Богом стать смиренным, принять свою судьбу, он хочет научиться терпеть так же, как Бог терпит, он хочет научиться принимать так же, как Бог принимает, тогда он выбирает христианство. Если человек хочет в отношениях с Богом стать сильным, победоносным, выносливым, могущественным, понимаете, тогда он принимает мусульманство. Аллах Акбар, Аллах Велик. Понимаете? То есть в каждой вере есть свой вкус. Вот в каждой вере есть свой вкус. И поэтому человек выбирает ту веру, которую ему хочется. Ему нравятся такие отношения с Богом. Этот вкус нравится. Но без Бога жить плохо. Надо обязательно идти к Богу. Найти свою веру когда-нибудь. Не надо торопиться, конечно. Никогда не выбирайте веры, которые только что испеклись. Только возникли. Это не надо делать. Это опасно очень. Потому что мало ли что там выдумывать вам будут. Да, ваш вопрос. Затем. Вечер хотел бы узнать. Мы приходим в храм. И сам есть многое ково. Хороший интересный вопрос. Счастую в Писании пишется, что Бог перед ним же. То есть поклоняйтесь только мне. Почему мы поклоняем? Это дело каждого. Но хотелось бы вас услышать, пройдем ли мы это или нет. А вот смотрите, вот вы сейчас определенный канон описали, который может быть в определенной вере. Понимаете, вот допустим, у мусульман так говорится, что вообще не надо никакой образ вспоминать. А то ты Бога с кем-то вообще перепутаешь. Вот. И от него уйдешь. Ну то есть, видите, это канон. И поэтому, так как мусульмане верят вот именно в эту идею, они поэтому поклоняются просто священному писанию. Вообще образ, ну как никакому образу не поклоняются. Но, допустим, теперь хочу вам показать другое мышление. Если, допустим, человек берет, видит святой образ, Сергий Радонежский, допустим, начинает ему поклоняться. А Сергий Радонежский связан очень сильно с Богом. Он много раз видел Богородицу воочию и так далее. То есть, это прямо очень сильный его спутник. Если ты ему поклоняешься, 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 в какой-то момент наступает контакт с ним. А контакт с ним означает, что ты прямо Бога начинаешь через него чувствовать, потому что он же Богом пропитан, этот святой. И таким образом, через этот образ ты приходишь к образу Бога. Это другой вариант мышления. Вот, допустим, вы скажете, нет, нет, Олег Геннадьевич, это неправильно. Ну, значит, это не ваш вариант мышления. Я делал в том, что я для себя просто хочу понять, что, так как, получается, у меня воспитали родители, да, что, ну, вот, определенное, что я посидел в церковь, там, ставил свечки, там, допустим, молился. Хотя я эти молитвы даже не понимал, когда мне говорили, говорил, бабушка, я это не могу слышать. Есть разные, смотрите, есть, послушайте меня, есть разные способы духовной жизни. В целом, как бы, вот то, что вы сейчас описываете, есть два варианта. Первый вариант, люди просто на веру принимают то, что им говорят, и в результате получают знания. Вот, если я сильно-сильно поверю старшему, то это, вот, смотрите, есть три метода познания, веда объясняет. Первый метод познания такой, он самый сильный. Я просто, нет, не самый сильный сейчас, ну, он один из самых сильных. Я просто верю старшему, и через эту веру приходит знание, то, что он говорит. Не надо ничего спрашивать, объяснять, просто верю. Он говорит, и у меня прямо точно так, то же, что он говорит, сердце так, бамс, и зашло, и я понял сам. Потому что он мне дал это знание через звук. Это первый способ получения знания. Второй способ получения знания через объяснение. Это совершенно другой способ получения знания. У тебя, допустим, нет слишком веры большой в старшую. Но, или, допустим, она есть, но ты все равно сомневаешься. И он тебе объясняет, 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 пока ты не поймешь. И тогда у тебя все улыблось. Но самое интересное, что есть еще третий способ обретения знания, которым вообще мало кто понимает. Это самый сложный для понимания способ. Знаете, какой? Человек что-то повторяет, какую-то молитву повторяет, повторяет, повторяет. И в результате повторения он обретает это знание. Ему никто не говорил об этом. Понимаете, ему никто не писал, не объяснял. Он просто повторяет эту молитву и, в конце концов, приходит к этому знанию сам. Такое тоже возможно. Поэтому есть вот эти три способа. И у всех людей разное мышление, разный тип сознания. Чужой способ выбрать невозможно. Допустим, если вы не можете просто слушать и принять, значит, у вас логика должна сработать. Или через вот этот звук вы идете, через свой звук познаете мир. Выбирайте. Спасибо вам. Ну вот, женщина там, да. Да, вы. Добрый вечер. Добрый вечер. А можно с небесной земли от молитвы к физиологии, если позволите? Ну, можно, конечно. Не знаю, как людям понравится. Я скажу сначала вопрос, бывает ли на ваших семинарах боли, все логические отклонения, страдания именно физического форма? У людей прямо на семинарах? Да. Вот у меня просто любопытство возникло. У вас есть такое? Второй день присутствую, второй раз повторяются проблемы ЖПТ. Это меня организм гонит домой в постель, лень моя. Второй вариант, какой я предположила, это пошла какая-то чистка на физиологическом уровне. Есть еще третий вариант. Да, третий вариант просто совпадения. Третий вариант заключается в том, что Олег Геннадьевич меня мучает. Представьте, Олег Геннадьевич такой человек, что он заставил мой ЖКТ мучиться. Ну ладно, третий вариант вы не принимаете. Ну просто у меня уже были такие случаи, и люди так тоже иногда мыслят. Они говорят, оставьте мой желудок в покое, Олег Геннадьевич. Я прихожу на вашу лекцию, он не мешает. Я сейчас вам объясню. Вот смотрите, когда человек приходит куда-то, начинает слушать, создается какая-то атмосфера определенная. Эта атмосфера, несомненно, воздействует на него. И в воздействии также есть лечение, элемент воздействия лечения. То есть лечение означает, что психические каналы напрягаются, вот они проходят и четыре стадии. Первая стадия – отек, то есть напряжение, функции напряжения. Вторая стадия – жар. Третья стадия – мурашки или покалывание. Третья стадия – легкость. Вот вы на первую стадию сейчас описали. У вас просто как бы там болезнь какая-то, и она лечится на лекции. Потому что позитивное настроение. Отлично, спасибо. Ведь Ирина сказала «отлично» означает, что она приняла ситуацию. Потому что некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, пожалуйста, помогите мне, у меня такая проблема, у меня постоянно тяжесть какая-то в голове наливается. Это значит, что первая стадия лечения. Если человек боится, это начинается мигрей, головные боли. А если человек не боится, то потом тяжесть переходит в жар, жар переходит в мурашки, а мурашки переходят в лёгкость. Всё, голова пролечивается полностью. А человек из страха задерживает всё на первой стадии. Потому что он не знает, что это такое, как это действует. Понятно? Да? Ваш вопрос? Вам не скучно? Ответ на вопрос нормально. Тоже нужно же, правда, практическое знание. Здравствуйте, девушка. Видите, когда у женщины, у девушки голос очень звонкий, чёткий, значит, сильный разум. Вы, наверное, управляющая, да, чем-то руководитель? Да. Очень управляющая. Видите, у неё голос чёткий, звонкий, ясный такой. Это значит, что человек имеет сильный разум. Люди с сильным разумом обычно руководят чем-то руководителем. Видите, даже просто по голосу можно уже понять силу разума человека, по его звуку, звучанию голоса. Да? Скажите, пожалуйста, если я приняла другую веру, ну, просто захотела, как бы и приняла, это плохо? Ну, сами решите. Я думаю, что не очень хорошо. А зачем вам, зачем бросать свою веру? Какой смысл? Ну, не знаю, когда я родилась, то есть у меня, как сказать, никому не относительно, и к чему не относительно. То есть вера мусульманская, и родилась здесь, здесь... Лучше не конкретно, не говорить это нехорошо. Просто в общих словах. Просто я поняла, что, не знаю, хочется в церкви больше людей. Ну, решите сами на себя. Это вопрос такой интимный. Нет, ничего хорошего в этом нет. Нет, не факт. Ну, сам решите. Знаете, что, понимаете, часто бывает так, что веры никакой не было. Понимаете, просто веру поменять невозможно. Невозможно, понимаете. Это не то, что девушку поменять или парню. Если человек верит, то это такие глубочайшие чувства, что, ну, их уже никогда невозможно не забыть, не поменять ни на что. Это невозможно просто. Понимаете? Подтверждение. Поэтому, если вы как бы пошли в какую-то другую веру, значит, так в той веры не было. Часто люди культуру, ну, культуру, в которой они родились, путают с верой. Это разные вещи. Культура – это культура, вера – это вера. Лучше в своей культуре оставаться и в той вере. Бывают люди не находят там себя, меняют что-то. Бывает такое, но ничего страшного. Спасибо. А можно еще вам какие-то вопросы? Мне вот повезло. Я вообще как бы родился в атеистической семье, никакой веры не было. Я вот, когда себя начал понимать, где-то лет 14-15, я начал искать просто свою веру. И везде побывал, и там, и там, и смотрел, изучал. Мне все интересно было. И у меня хорошие впечатления остались от всех верок. От всех. Я был и в мусульманской, изучал суфиев, и в христианстве был везде. То есть у меня хорошее впечатление очень, мне все нравится. Мне нет противоречий. Спасибо. Можно еще вопрос? Что такое у меня какое-то время назад, я не знаю, не могу сказать, солнечное всплетение, как бы иногда бывает такая, не боль, а, знаете, как давит у него что-то? Вы сейчас говорите о каналах психических. Вот женщина тоже говорила о желудочно-кишечном траке. Это все каналы психические давят. Когда люди начинают погружаться в работу над собой, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, эти каналы начинают оживать, потому что они наполняются силой. Разум первое, что делает, он каналы психические начинает активизировать, делать их сильными. Понимаете, человек психически становится сильным. И так как эти каналы также связаны со здоровьем, поэтому и отражаются также на том, что что-то там возникло, пробило, загорелось. Но самое главное, не сильно много на это обращайте внимания. Понимаете, если вы на этом слишком зациклитесь, вы забудете про саму молитву и будете думать, что у вас там загорелось и погасло. Не этим надо во время молитвы заниматься. Называется спецэффекты. От них надо уходить во время молитвы. Хорошо, спасибо. Ну, на первом ряду. Что делает человек, который... Тихо, 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 сейчас микрофончик принесу. Не торопитесь. Извините, пожалуйста. Что делает человек, который вынужден доживать в доме кумтера, если так случится? Что нужно делать? Ага, хороший вопрос. Бывает так, что человек кончает жизнь самоубийством, заканчивает жизнь самоубийством. В этом случае его цикл жизни не завершен. И ему приходится доживать в психическом теле находясь. То есть его никуда не берут, он наказан. Дальше в следующую жизнь он не идет. И он в теле духа остается здесь. Для того, чтобы мучиться здесь. Как бы его никто не видит, не слышит. И он страдает от этого. И что делать? В этом случае мне сложно сказать, что ему делать. Потому что в это время человек особо не имеет волевой силы. Волевая сила в основном у человека существует в феноменальной жизни. А в тонком теле он сам себе не принадлежит. Его туда метает, сюда метает. Понимаете? Он в полубессознательном состоянии находится. В это время родственники должны включить голос какого-то святого человека и начать повторять молитву, думая о Боге. О нем не надо думать в это время, только о Боге. И потом в конце сказать для него. Понимаете, здесь особенность. Если вы чисто начинаете его вспоминать во время молитвы, то есть очень высокая вероятность, что о Боге вы думать не будете. Потому что когда о человеке в теле Духа вспоминаешь, то он очень сильно завладевает сознанием. И это очень печальная вещь. А в самом деле это на человеку что делать? Или бывают осознанные сны, когда знаешь, что спишь, происходит что-то страшное, а тело безвольное. Мы даже мозги не поменаем. А вы говорите про сон, что ли? Ну да, это эти осознанные сны, когда понимаешь, что спишь, и происходит что-то нехорошее. И пытаешься просмотреться, но не можешь. Читаешь молитвы. Это значит, что ваше тело захватил Дух. И что делать уже? В это время вряд ли вы что-то сделаете. Нужно приходить в себя. И если сможете в это время, то уже надо молиться. Надо просто слушать голос тех, кто молится, и начать очень четко повторять молитву. И концентрироваться на звук. Постепенно ваша психика станет крепкой, и духи не смогут заходить в тело. А что делается нам этому человеку, если он покончил в жизни самым битвом, и вот он венягов в этом тонком теле доживает? У него есть варианты, кроме как стрелять или нет? Есть варианты, если ему кто-то другой поможет. Если за него начать молиться долго не... Ну, за него молиться означает о нем не думать вообще. Просто молиться Богу и в конце молитвы сказать, это для него. И сразу эта вся сила молитвы пойдет к нему. Как только сила молитвы достигнет такой силы, что его поступок будет нейтрализован, в этот момент он отправится в следующую жизнь. Значит, нужно приучать родственников своих молитвей, в следующий случай. Конечно, когда человек оставляет тело, уходит из жизни, то ему нужна колоссальная помощь родственников. Потому что там психика очень сильно перестраивается. И люди, почему родственники страдают? Потому что им надо помогать близкому, они не знают как. Люди же не знают, как молиться, как брать помощь у Бога, не знают. Поэтому они мучаются. Потому что им надо отдавать силы родственника. Они плачут, но не могут отдавать. В древней культуре люди не плакали, когда уходили из жизни, а просто молились за них, отдавали им силы. И получали удовлетворение в сердце, получали в сердце радость за них. То есть потом вообще счастье, чистота в отношениях, чистота в отношениях этих людей появлялась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова